День в день, час в час, минута в минуту, радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Всем доброе утро, Олег Пек, Александр Шунин с вами. Вот, наверное, многие слушают радио или в машине, но, может быть, кто-то слушает в радиоприемничке или в телефоне, когда добирается на работу на общественном транспорте. И вот как раз-таки о транспорте города Риги мы сейчас хотим поговорить. И действительно, вот как Александр отметил, очень приятно, что практически полностью правление Рига Сатексме в полном составе с нами на прямой связи. Это глава правления Рига Сатексме Дженета Инуса. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. И также члены правления Янис Голубев и Андрис Лобанс. Также вас приветствуем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что согласились поговорить с нами о планах предприятия, изменениях в транспортной сфере. И недавняя пресс-конференция была дана руководством муниципального предприятия, на котором было много что рассказано. Мы не смогли участвовать, поэтому договорились, пригласили виртуально гостей к нам в эфир. Еще раз спасибо за согласие. Итак, главный такой вот вектор происходящего Рига Сатексме отрепортовал о том, что сбалансировал убытки полученной субсидии и строит новые планы. Вот, собственно, об этих новых планах и хотелось бы поговорить. Во-первых, через несколько месяцев объявлено о том, что во всем общественном транспорте Риги можно будет платить за проезд с помощью телефона. То есть со временем исчезнут эталоны. Так ли это и когда это произойдет? Насколько будет удобна эта аппликация, это мобильное приложение, когда оно появится? Ну и так далее. Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, да, такая возможность будет. Мы надеемся уже с конца лета или начала осени, когда все технологические действия будут уже закончены. Но нет, эталоны или билеты не пропадут. Эти системы будут работать параллельно, потому что с телефоном можно будет купить проезд по полной стоимости. То есть те пассажиры, у которых нет разной льготы, которые устанавливаются Рижской думой. Остальные, которые уже привыкли разным льготам и месячным билетам, как и сейчас, будут продолжать свои проезды валидировать с уже всем привыкшим билетом. Так что система будет работать параллельно, и каждый пассажир сможет выбрать ему удобный, самый наедобный вариант. А бумажные билеты сохранятся? Можно привыкли? Сохранятся до тех пор, как мы перейдем на новую билетную систему. Но это будет не так скоро. Не в этом году, конечно, мы уже начали все работы над установкой технических параметров, но этот процесс не такой быстрый, как нам бы всем хотелось. Скидки с картой Рижанина сохранятся ли, например, для выходных дней еще ряд? В принципе, вы упомянули льготы. Будут ли они пересмотрены в пользу их расширений или, наоборот, сокращения для определенных групп населения? Ну, этот вопрос надо обратиться к Рижской Думе, потому что все льготы новые или отменяются старые, или пересматриваются это решение самопроявления, поскольку самопроявление та институция, которая делает заказ на общественный транспорт. Пока таких планов нам неизвестно, чтобы кто-то хотел пересмотреть существующие льготы. То есть эти изменения носили временный характер на время пандемийных ограничений? Да, конечно. Прошлый год и этот год очень сложный из-за пандемии, из-за этого вируса, из-за которого мы тоже очень принуждены были пересмотреть свою работу и уже, как бы сказать, пересмотреть систему, как мы делаем услугу. Ну вот как раз, говоря о пандемии, ведь сложилась действительно парадоксальная ситуация, когда самоуправление Рижское призывало рижан не пользоваться, ну, пользоваться реже городским транспортом, и были введены ограничения на количество на 30 центов. И в то же время, вот, ну, как это отразилось? То есть получается, что самоуправление, с одной стороны, ну, вот сокращает пассажиропоток, пытается сократить, но в то же время понятно, что, ну, необходимо поддерживать эту структуру. И вот как это согласовывалось? Ну, откуда, ну, деньги, чтобы закрыть это, компенсировать? Ну, это было не очень легко, но мы все-таки могли найти ресурсы предприятий, сокращая разные расходы, пересматривая ненужные расходы, от которых мы можем отказаться на данный момент. И в то же время самоуправление в прошлом году компенсировало в размере трех миллионов наши расходы относительно к всем убыткам в связи с ковидом. Так что, работая руку в руку, мы могли очень хорошо закончить прошлый год, и мы закончили прошлый год даже с прибылью в миллионы евро. Поздравляем. Напоминаю, мы беседуем с руководством Рига Сатексмы, у нас в гостях виртуально, председатель правления Джинета Инуса и члены правления Янис Голубев и Андрис Лубанс. Есть еще одни планы, они такие интересные. Извините, секунду. До 2023 года, к 2023 году, Рига Сатексман планирует приобрести 12 водородных и 23 электроавтобуса. Надеюсь, я не ошибся в числительных. И вот что интересно. Ну, во-первых, действительно соответствует это вашим планам или нет информации, а во-вторых, метаморфозы. Я помню времена, несколько лет назад нынешнее руководство Рижской Думы упрекало прежнее руководство Рижской Думы как раз-таки за планы развития водородного транспорта. А теперь сами этим занимаются, и даже высокопоставленных европейских гостей катают. Ну, ладно, не катают. Он просто стоял у ступеней, у входа в здание кабинета министров в этих автобусах-троллейбусах. Как так? Что произошло? Что поменялось? Ну, во-первых, я скажу, что основных принципов того, как Рига Сатексман собирается обновлять свой автобусный парк, ничего, в принципе, не поменялось. Парк у нас достаточно все-таки старый, и количество автобусов составляет больше, чем половина всего транспортного парка, включая троллейбусы и включая трамваи. Средний возраст автобусов больше, чем 13 лет, и понятно, что в ближайшее время мы должны сделать уже существенные инвестиции для того, чтобы быстро обновить именно автобусный парк. Поэтому то, куда мы смотрим, это согласно тем требованиям, которые исходят из европейских документов, из наших законов, и также из политики Риги, которая все-таки установила такую цель, что Рига должна стать зеленой и по возможности избавиться от транспортных средств с вредными выхлопными газами. И согласно такой цели, конечно, наши инвестиционные программы именно по автобусам направлены на приобретение так называемых чистых автобусов или чистых автобусов с нулевым выхлопным газом. В добавок скажу, что действительно, да, согласно ранее заключенным договорам и полученному финансированию, с начала прошлого года мы уже эксплуатируем 10 троллейбусов водородных, и у нас есть водородная станция, где мы сами можем производить это топливо именно для водородных транспортных средств. Поэтому здесь плюс то, что у нас уже имеется инфраструктура, это самое главное, которая стоит достаточно дорого. И для того, чтобы обеспечить полностью возможность этой инфраструктуры водорода, мы планируем еще закупить как минимум 12 водородных автобусов. Но это только малая часть из того количества автобусов, которые мы должны купить в ближайшие 5-6-7 лет. И поэтому мы смотрим не только в эту сторону, но также собираемся купить и аккумуляторный электроавтобус. И для того, чтобы это мы могли осуществить, на данный момент уже объявлено исследование рынка именно для закупки аккумуляторных электроавтобусов и водородных электроавтобусов. И, следовательно, мы надеемся, что у нас удастся получить европейские финансирования от европейских фондов для того, чтобы эти закупки, эти инвестиции действительно осуществить. — Скажите, какую роль в «зеленой Риге» сыграет пассажиру «Вилтсенс», поскольку многие пользуются и электричками для того, чтобы в черте города передвигаться? Будет ли здесь это поддерживаться, будет ли объединяться вся система, может быть, в единую какую-то? — Я не сомневаюсь, что это будущее транспортной системы Риги как общая, единая система, в которой входит и перевозчик, который занимается пассажирскими перевозками по железной дороге, и также перевозчик, как Рига Сатекс, который занимается перевозкой пассажиров со всеми остальными видами транспорта. И как раз то финансирование, которое мы получаем в добавок для аккумуляторных электроавтобусов, оно идет из программы, которая так и называется. Уменьшение выхлопных газов, уменьшение эмиссий для сообщественного транспорта Рижского города. Туда входит и пассажировый «Вилтсенс». То есть это большой объем финансирования, это большой проект, и часть из которого именно финансирование для Рига Сатекс, для аккумуляторных электроавтобусов. То есть исходя из источника финансирования, мы уже сейчас в единой системе, и цели финансирования уже как бы направлены на единую систему, а не отдельно на каждое предприятие. Напоминаю, мы беседуем в прямом эфире с председателем правления Рига Сатексма Джинитой Инусой и членами правления Янисом Голубевсом и Андрисом Лубанцем. Скажите, пожалуйста, касаемо парковок Рига Сатексмы, в последнее время, ну, заметно, в городе уменьшение парковочных мест, местами, где была парковка «Елочка», и сейчас параллельная парковка, где-то сокращаются парковочные места. Они же приносят деньги предприятию, они все стоят денег. Мало того, что покупаются там на какое-то короткое время, есть и месячные абонементы, они вообще привязаны к адресам, и я в этом вижу некоторое неудобство для жителей, имеющих вот эти карты. Каким образом будет компенсировано вот это сокращение парковочных мест? Как-то с Рижской думой этот вопрос проговорен? А тут не вопрос о компенсировании, тут вопрос о том, что в данный момент в Рижском городе у нас более 6 тысяч мест для парковок, вместе это занимает больше 10 тысяч квадратных метров. Ясно, чтобы центр города стал зеленее, и теперь вся политика идет на то, чтобы мы все меньше использовали свой личный транспорт. Это значит, что надо делать все, чтобы мы пересели на общественный транспорт, мы пересели на велосипеды и другие более используемые транспортные виды, которые без выхлаков, как говорил Андрей Слуванс, мы тоже будем покупать транспортные средства, в общем-то, общественный транспорт без выхлака. Но эта вся политика идет, чтобы меньше в городе, в центре было бы личного транспорта. Хорошо, а меньше доходы предприятию? Меньше хватает всем. Это недополученные доходы, они каким-то образом будут компенсированы? Конечно, будут ездить на общественном транспорте люди, платить за месячный билет, за билет. Не факт. Или, например, будут парковаться на частных стоянках? Их-то не закрывают в центре города? Тут разные решения. Тут можно делать новые подземные парковки. Как у нас, например, мы обслуживаем и парковку подземную на Крещание Балдемара 5. Это, конечно, самый лучший вид. В Европе также делают, что машины парходятся под землей или над землей. Надо делать двухэтажные и трехэтажные парковки, как это делается в вольт-железных станциях. Ну, вариантов очень много, но самые улицы, конечно, надо использовать в самом лучшем образе. Но как раньше было, вот машины ставились как елочка мимо улицы. Но это самый неправильный вид, конечно, потому что занимает больше места машины и нет площадки, которые можно использовать рационально. Хорошо. Вы говорите, нужны парковки больше подземных, двухэтажные или многоэтажные, какие угодно. Есть ли у предприятий Рига Сатексма планы в ближайшей перспективе временной строить такие парковки? Во-первых, мы вместе работаем насчет этих парк-н-райд-системы, которая тоже думана для того, чтобы с личным транспортом меньше всего заезжали в центр. Потому в центре, если людям надо будет парковку, тогда, возможно, в дальнейшем даже это будет стоить дороже, чем теперь. Но новые парковки делать в центре в данный момент, думая, как бы у нас нет информации, чтобы они думали, частники, да, у них есть возможность как и в данной ситуации, так и в будущем можно делать парковки и зарабатывать с этим бизнесом. Идея парк-н-райд, она, мягко говоря, очень сильно не новая. Еще лет 10 назад, тогдашнее, больше даже 10 лет назад, тогдашнее руководство Рижской думы планировало и построили одну в Плявниках, которая стояла заброшенной, потом из нее сделали паркинг для ближайших домов. На каком этапе сейчас продвижение вот этой идеи парк-н-райд? Я помню, опять же, планы были штук 6-7 по предместям их поставить. Да, но в данный момент насчет евросоюзных фондов, когда мы планируем все проекты, насчет удлинения рельсов общественного транспорта, мы думаем, что можно и нужно этим пунктом сделать парк-н-райд не в городе, как это было 10 лет обратно принятое решение, что в городе надо сделать пункт парк-н-райда. Парк-н-райд работает, если эта стоянка находится возле города. Например, Берги, Саласпелс или, может быть, улицы Москвы в самом конце, скажем. Парк-н-райд система должна быть такой, что человек приехал на парковку, ему рядом есть общественный транспорт, или это будет поезд, или это будет общественный транспорт, лига статексми. Система должна работать, чтобы человеку не как планика, там даже рядом остановки нет. Ну, ясно, что я не поеду на парковку оставлять машину, и потом буду истать километры или два километра, идти пешком на остановку. Ну, эта система, конечно, не работает с такими принципами. И в данный момент мы в разговорах с Рижской Думой, не только с Рижской Думой, и с местным управлением вот на Риге, мы насчет этих вопросов всех решаем, как лучше. Рига статекс, мы готовы ездить не только по Риге, мы уже теперь, у нас три проекта, мы хотим расширяться и, скажем, услуживать людей, которые живут в Малу, Жахмару и, может быть, Балдырае, не Балдырае, а Берге и так далее. Это все надо планировать, эти вопросы не решаются за день, не за полку. Это концептальные вопросы, которые, конечно, мы вместе сидим и думаем, решаем, как сделать случай. У нас много звонков, может быть, успеем еще хотя бы один принять. Доброе утро. Доброе утро. А я про билеты хотела сказать, чтобы не забыли всех жителей Латвии, которые будут приезжать в Ригу и передвигаться по больницам на процедуры, на какие-то обследования. Как они-то будут платить в транспорте, если не будет и эталонов, в конце концов? Нет, будут, будут, это вы прослушали. Ну, сейчас уточним, да. Для нережан, какие будут возможности оплатить проезд? Такие же, как сейчас, эталоны не пропадут. Нережан также сможет купить и билет в мобильном телефоне, так же, как сейчас, например, в Нарвесене, Риме, где мы продаем все виды билетов на общественный транспорт. Так что... Автоматы же есть еще на катастрофах. Да, есть автоматы. Так что мы только расширяем возможности купить билетов, но не сокращаем эти возможности. Это хорошо, это успокоили. К сожалению, время наше эфирное вышло, вопросов еще много-много. Надеюсь, не откажете в любезности еще раз встретиться в эфире, не знаю, удаленно или придете в гости. Мы будем вам, безусловно, рады. Последние 20 минут мы с Олегом общались с руководством муниципального предприятия «Рига Сатексмы», а конкретно председателем правления Джин-Таинусы, а также членами правления Янисом Голубевцем и Андресом Глубанцем. Еще раз огромное спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня. Мы удаляемся на паузу, после которой поговорим о подростках и высшем образовании. Закончились экзамены, закончились выпускные, начинается взрослая жизнь, начинается поступление в ВУЗы, подача документов в Латвию и вне ее границ. Какие тенденции, чем дышит молодежь? Через пару минут.